Первичным знаковым изменением была публикация результатов Гайденбергского исследования и исследования Американского объединенного комитета по изучению рака в 1997 году, которые легли в основу классификации ВОЗ 2004 года. И уже тогда появились первые молекулярно опосредованные, молекулярно детерминированные варианты почвенно-клеточного рака. Стоит отметить, что группа почвенно-клеточных карцином является одной из первых групп опухолей, в которых произошел переход от морфологической к молекулярно-морфологическому варианту классификации опухолей. Следующим знаковым событием явилась согласительная конференция в Ванкувере 2013 года, результаты которой легли в основу пересмотра классификации ВОЗ 2016 года. В том же году были опубликованы результаты крупного сравнительного молекулярного анализа большой группы популярного почвенно-клеточного рака, которые вылились фактически в актуальное пятое издание классификации ВОЗ с большим количеством новых морфологических форм. Если взглянуть на данную классификацию, то фактически она напоминает сюжет хорошо известного фильма, когда с каждым годом появляются новые и новые персонажи, очень похожие друг на дружку, но немножко все-таки отличающиеся. На данном слайде представлена актуальная классификация почвенно-клеточного рака ВОЗ. Количество нозологических форм резко возросло. Однако, если мы посмотрим на статистику, то статистические распределения практически не изменились. Так, собственно, откуда же взялись новые группы молекулярно-детерминированных вариантов и других анкоцитарных опухолей почки? Они выросли из-за популярного рака второго типа. Обращаю ваше внимание, что в актуальной классификации популярный рак не разделяется на первый и второй тип. Второй тип переродился в группу молекулярно-детерминированных почвенно-клеточных карцином, в группу других опухолей почки и частично ушел в рак из собирательных трубочек. В основу этого пересмотра как раз-таки и легла та самая сравнительная молекулярная характеристика популярного почвенно-клеточного рака, результаты которого были опубликованы в 2016 году. Давайте перейдем к вариантам генетического тестирования почвенно-клеточных карцином. Фактически мы с вами можем иметь два варианта событий, два крупных сценария. В первом случае перед нами биопсийный материал, во втором случае операционный. Конечно, опухоли почки редко подвергаются биопсированию, поскольку это далеко не всегда информативно, поскольку это сопряжено с высоким риском осложнений. Однако, если все-таки мы имеем с вами биопсийный материал, то выполнение генетического исследования могло бы позволить уточнить гистологический вариант опухоли по малому объему материала при сомнительной морфологии. Кроме того, исключить синдромальные формы почвенно-клеточного рака, что в свою очередь позволит адекватно и достоверно выбрать наилучшую тактику ведения данного конкретного больного, будет это активное наблюдение либо операция. При планировании операции мы также можем учесть потенциальную агрессивность имеющейся опухоли и выбрать наиболее адекватный вариант доступа. Это может быть либо открытая резекция с контрольным отступом, либо резекция с минимальным отступом, либо какие-то из вариантов абляция, если они доступны данному пациенту на этапе, либо нефрактомия, независимо от размера опухоли. Также можем принять решение, обоснованное решение о необходимости выполнения лимфоденоктомии. В том случае, если речь идет об операционном материале, то здесь генетическое исследование также может уточнить гистологический вариант опухоли при сомнительной или нетипичной морфологической картине, что позволяет разработать четкий прогноз пациента, стратифицировать риск, провести контроль клинических проявлений у ближайших родственников при выявлении герминальных мутаций, обеспечить ранное выявление синдрома ассоциированных непочечных опухолей, что бывает крайне важно, например, при риске развития гастроинтестеральной стромальной опухоли либо той самой виальной меланомы, определить тактику наблюдения за больным с контролем мучевой нагрузки и в ряде случаев рассмотреть варианты терапии, которые показаны данному конкретному больному. Однако есть ряд сложностей, которые, к сожалению, не позволяют выполнять генетическое исследование всем пациентам, каким нам бы хотелось его выполнить. В первую очередь это, конечно, финансирование. Отсутствие четких показаний для выполнения генетического исследования в клинических рекомендациях приводит к тому, что ни одна страховая компания не покроет расходы и стоимость оплаты этого лечения ложится на плечи самого больного. Кроме того, если мы смотрим в масштабах России, то в нашей стране все-таки доступность генетического исследования для почечноклеточного рака является невысокой. Помимо этого, к сожалению, высока вариативность выполнения данного исследования с высоким риском получения неопределенного результата, который может быть обусловлен как истинной серой группой опухоли, которую мы не можем достоверно трактовать, так и низким качеством входного материала и просто невозможностью выделить ДНК. С 2021 года НССН и европейские клинические рекомендации включили показания к направлению на генетическую консультацию пациентов младше 46 лет на момент выявления первичной опухоли, пациентов с наличием кровного родственника с доказанным наследственным вариантом почечноклеточного рака, мультифокальные и двусторонние поражения, наличие любого почечноклеточного рака у родственника первой или второй линии и морфологические особенности некоторой опухоли. К морфологическим особенностям относятся лишь 5 наследственных синдромов, перечисленные в пункте 3 рекомендации НССН. Однако что же делать с широким спектром мутаций, ассоциированных с почечноклеточными карциномами, части из которых могут не выражаться в наследственном, то есть быть не герминальными, а сомантическими, но относить опухоль к группе высокого риска. Здесь возможны перспективы стандартизации генетического тестирования. Перспективы стандартизации генетического тестирования в будущем. Что можно было бы предложить и что хотело бы предложить нам ассоциация генетиков? Включение соматического тестирования генов фумарат-гидрогеназы и сукцинат-дегидрогеназы при иммунгистохимическом подтвержденном нарушении экспрессии соответствующих белков. Соматическое тестирование генов ИЧЛ, генов туберозного склероза, ЭЛОК, МЭТ или БРАФ при сомнительной морфологии опухоли. Соматическое исследование на оценку слияния генов семейства ТРК для оценки эффективности и перспективы лечения ингибиторами ТРК. Кроме того, всем пациентам, исчерпавшим все стандартные варианты лечения, гипотетически показаны, они имеют право на полногеномное сегминирование для оценки вариантов клинических исследований. Однако это очень дорого. Как вообще выбрать адекватный вариант генетического исследования, поскольку стоимость их может меняться кратно и различаться кратно? Предложены почечные генетические панели, которые включают как фиши исследования отдельных хромосом наиболее доступные по цене и по стоимости, так и НЖС малых и расширенных панелей для решения конкретных задач. Давайте посмотрим о практической значимости генетического тестирования для разных вариантов генетически детерминированных почечных карцином. В первую очередь, конечно, это опухоли с транслокацией МИД в семейство. Для подтверждения этого диагноза рекомендовано молекулярно-генетическое исследование, несмотря на наличие соответствующих иммуногистохимических маркеров, к которым относятся антитела белкам ТФЕ3 и ТФЕБ, меланцитарные маркеры и КТПСНК. При этом, кроме выявления самого нарушения, необходимо оценить природу этого нарушения, поскольку ТФЕБ, в принципе, имеет индолентное течение до тех пор, пока не выявляется амплификация. Амплификация в гене ТМФЕБ, что является редким событием, сразу переводит опухоль в группу неблагоприятных почечных карцином с высокой частотой минстатического поражения лимфатических узлов. В случае возможного ложно-отрицательного ФИШ или, возможно, сомнительных результатов, рекомендовано проведение НГС. Опухоль с недостаточностью сукционадогидрогеназы объединяет герминальные мутации в четырех генах. В рамках синдрома развивается ГИСТ, что является наиболее клинически значимым, парагенглиома, феохромоцитома и аденома надпочечника. И при иммунгистохимическом исследовании с антителами к белку СДХБ выявляется потеря экспрессии. И данная реакция отражает изменения во всех четырех генах. Генетическое исследование в данном случае не показано и не является необходимым. Однако, если ГХ по каким-то критериям является неубедительным, то также показано НГС с малой панелью. Опухоль с недостаточностью фумарадгидротазы и ассоциировано со следственным леомиоматозом. Относится к одной из наиболее агрессивных почечных карцином, требующих наиболее радикального лечения, наиболее быстрого лечения оперативного у данного пациента. В данном случае важнейшее значение будут иметь клинические данные. И для подтверждения диагноза необходима оценка гетерозиготности и мутации в гении фумарадгидрогеназа. Антитела есть, но они не имеют регистрационного удостоверения на территории Российской Федерации, а антитела к 20-стинс не имеют, в принципе, коммерческого продукта. Эзенофильный, солидный и кистозный опухоль, лоу-грейт инкоцитарная опухоль, эзенофильная вакуализированная опухоль, опухоли, входящие в группу другие опухоли почки. Чаще всего не требуют рутинного генетического исследования, ставятся по морфологической картине с применением неширокой панели иммунгистохимических маркеров. Однако стоит помнить, что этот вариант опухоли часто ассоциирован с комплексом туберозного склероза, и при наличии у пациентов проявления данной патологии стоит отправить его на генетическое консультирование для подтверждения либо опровержения наличия у него туберозного склероза. ЭЛОК, мутированный почечноклеточный рак, нуждается в генетическом тестировании для того, чтобы исключить фотоклеточный почечноклеточный рак с выраженной стромой. В том случае, если мы выявляем мутацию в гене ВИЧЛ, что является признаком агрессивного течения, в том случае, если выявляется мутация в гене ЭЛОК или отсутствие мутации ВИЧЛ, значит опухоль характеризуется индолентно-благоприятным прогнозом. Однако при сомнительных вариантах оценки статуса этих двух генов рекомендовано НГС широкой панелью для того, чтобы определить, какая же все-таки нотологическая сущность перед нами присутствует. Следующая достаточно большая группа с точки зрения патологоанатома – это почечноклеточный рак с реаножировкой АЛК. Встречаются они редко, имеют очень вариабельную картину. По предыдущим классификациям большинство из них относились к попилярным ракам разного типа, часть к саркоматоидным ракам. Что приятно, что они не требуют генетического исследования, поскольку все они диффузно-положительные при иммунгистохимическом исследовании с АЛК и ПАКС-8. В заключение хотелось бы поднять ради дискутабельных вопросов, связанных именно с генетическим исследованием почечноклеточных карцином и вообще с синдромальным аспектом оценки почечноклеточного рака, поскольку доклад звучал как «за» и «против» генетического исследования. Конечно, было бы здорово выполнять генетическое исследование всем пациентам, у которых мы подозреваем наличие синдромального либо генетически детерминированного почечноклеточного рака. Однако, кто должен оценивать риск наличия у пациента синдромального почечноклеточного рака? Это будет уролог, онколог или клинический генетик. И как маршрутизировать этого пациента просто впервые? Стоит ли выполнять генетическое исследование на этапе планирования тактики лечения для пациентов с мультифокальным двусторонним опухолем почек без проявления синдромальной симптоматики? Стоит ли увеличить количество биопсий? Какой вариант генетического исследования выбрать в каждом конкретном случае, поскольку они все имеют разную информативность и разную стоимость, что крайне важно? Стоит ли при получении неопределенного генетического результата и выявлении клинических факторов риска наследственного варианта почечноклеточного рака повторять генетическое исследование? И можно ли при этом планировать траекторию лечения в парадигме синдромального до получения повторных результатов? Стоит ли выполнять генетическое консультирование у пациенток с опухоли и почкой выявленной леомиомой матки с неизвестным эффечным статусом для планирования тактики лечения и исключения наследственного рака ассоциирована с леомиоматозом? Все эти вопросы остаются открытыми и я думаю, что количество их будет только расти, потому что поезд почечно-клеточного рака все движется и в ближайшее время мы просто будем находить новые сущности, которые точно так же будут очень похожи на то, что мы знаем, но иметь свои особенные неповторимые черты. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое за ваш актуальный такой доклад. Коллеги, есть ли вопросы в аудитории? Да, пожалуйста. Спасибо за прекрасный доклад. Вот я был на последнем МИМУК и там выступал вице-президент ВОЗ по патоморфологии. Он считает, что всем надо делать НЖС. Вы? Это было бы, конечно, здорово. Но ресурса нет. Но нет ресурса, конечно. Причем нет ресурса как финансового, так материального и человеческого. Спасибо. К моим коллегам-клиницистам. Для вас важна новая классификация, учитывая, что все равно мы лечить будем так же. Ну, для меня важна, потому что я не только практикующий врач, но и ученый. Конечно, сейчас мы будем набирать эти данные. Уже сейчас мы видим, что пациенты вроде бы одинаковый тип рака, но прогрессируют по-разному. И мы понимаем, что, значит, диагноз патоморфологический должен быть дополнительно уточнен. И, скорее всего, мы будем сейчас накапливать опыт и только потом сможем ответить на вопрос, важно это в плане лечения или нет. Думаю, что будут появляться новые варианты лечения для этих больных. Сейчас надо уже накапливать, конечно. Во всяком случае, крупные центры должны этим заниматься абсолютно точно. Уже сейчас у меня большое количество молодых пациенток, так совпадает, приходят и требуют от меня выполнения мопулярно-генетических исследований. И, честно говоря, у большинства из них как раз-таки оказываются нестандартные варианты. Ну, вы знаете некоторых наших совместных пациентов, поэтому... Я им тоже говорю, что пока это не влияет на тактику лечения, мы просто знаем, что у вас такой генетически детерминированный тип опухоли. Но думаю, что это та группа, которую надо как минимум более активно наблюдать и дольше, чем обычных пациентов. И как максимум, возможно, в будущем поменяется. Спасибо большое. Просто еще раз дополнительный комментарий. Мы просто не знаем чистоту этих опухолей. Да. Мы в начале пути, я думаю. Вы можете посмотреть, сколько это лечит. Мы в начале пути. Уважаемые коллеги, вот Алексей Сергеевич, Лариса Вячеславовна, а где у нас референсное центро для онкоурологов? Куда направить пациента, нуждающегося в геномолекулярно-генетическом исследовании? Ну, фактически, как такового референсного центра у нас нет. Официально, по крайней мере, мне об этом неизвестно. Но самой активно занимающейся этой проблемой, наиболее активно занимающимся генетиком в онкоурологии является Дмитрий Сергеевич Михайленко. И его можно найти либо в НИИ урологии, либо в Первом меде, по-моему, он тоже есть. И где-то вот еще в разных местах. С точки зрения референса я вам не подскажу. Алексей Сергеевич, а вы куда? Референса нету. Я тоже контактирую с Михайленко. Он действительно в неврологии работал долгое время. И сейчас, по-моему, тоже числится. И, по-моему, сейчас он еще в Московском генетическом центре работает дополнительно. Кроме того, у нас в Институте Герцена тоже есть генетики. И прежде всего, если мы такого пациента видим с подозрением на генетическое заболевание, мы отправляем к нашим генетикам. Они тоже ставят подозрение, соответствующую панель генов выделяют. И далее исследуем. Есть пациенты, как я уже сказал, молодые. И у нас публикация готова сейчас как раз-таки МИД-СИНОМ. И у этих пациентов дополнительно мы проводили НЖС. Пациентки там несколько пациентов. Поэтому тоже есть. Но референсного центра нету, наверное, и пока не будет. Потому что есть все те проблемы, которые озвучивала Иса Вячеславовна. Но традиционно это МГНЦ. Наиболее крупные, наверное, да. Можно еще сказать, доктор Раскин из Санкт-Петербурга забыл все реактивы, сакцинады гидрогеназа, фумурат, так что туда тоже можно отправлять. Ну, изюмируя... Еще можно отправлять в Красноярск. Там тоже хорошо. Крупные центры, которые занимаются на потоке под морфологическим анализом, да, они будут, наверное, одними из референсных. Пока что мы в начале пути. Спасибо вам большое за актуальный доклад. Продолжение следует...